МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И откуда у художников берутся идеи будущих работ. Как, например, возник замысел проекта, представленного в галерее Д-130-си? Валентин Герасименко признался, что обычно идеи валяются под ногами. В самом прямом смысле этих слов. Можно сказать, пустая банка – это банк для идей художника. Нашел раздавленную ногами пивную банку. Она была плоская и очень красиво смятая. Я понял, что с нее что-то можно напечатать. Я стал собежать пивные банки, их резать и вот как-то так складывать. Так что чисто формально это сложилось вот из такой случайности. Я, так сказать, поверженец того, что жизнь – это память. А память – это след. И как след в жизни, она прослеживается буквально со дня возникновения, может быть, жизни на Земле, а может быть, еще и раньше. Это следы всяких организмов, следы человека. Особенно в наше время, как бы, такое количество отходов. Мы следим своей культурой, мы следим на каждом шагу. Выкинутая обертка от конфет, выкинутая банка пивная – все это следы нашей культуры. Из головы ни на минуту тебя не отпускает технологический процесс и его результат. Постоянно думаешь и ночью, и днем, и ничто тебя не оставляет. Как сделать? Что получится? Вот это страшное дело. Это наркомания, потому что от этого не избавиться. Вот так легко, просто и практически безболезненно и протекает весь творческий процесс. А потом мы в теплой и уютной галерее рассматриваем работу и спорим о концепции и образности. Ход очень оригинальный и... Никогда не скажешь, что это художник, которому 70 лет. Он очень необычен. Очень поразила атмосфера, атмосфера подачи. В последнее время человек привык к большему цвету. А здесь вопрос решен не цветом, а энергией, идущей от работы. Довольно красивый некто, чем для самого начался. Жалко, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА